Отрадно отметить то, что совпали абсолютно, можно сказать, ну практически абсолютно совпали мнения всех участников вот этой работы. То есть к тому основному предложению Общественной Палаты, которое они направили, которое было выработано Общественной Палатой, в результате предложения депутатов предложено внести всего две корректировки. Ну вот комитет, который был предложен Общественной Палатой как комитет по охране здоровья, семьи, материнства и детства, было предложено все-таки вопросы семьи, материнства и детства отнести к вопросам социальной политики. И комитет формировать, комитет по социальной политике, по труду социальной политики и семьи, и делам ветеранов. Вот такое предложение было с учетом значимости всех этих направлений. А комитет по здравоохранению все-таки оставит совершенно самостоятельно, потому что это очень важное направление работы, огромное, проблемное, и там такой объем работы, который требует все-таки самостоятельного решения. Таким образом получилось, что из девяти предложенных комитетов восемь. И предложения еще были дополнить двумя еще комитетами. Отдельно создать комитет по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и дорожного хозяйства. Еще один вопрос, который является самостоятельным, но неразрывно связан с вопросами структуры областной думы, это вопрос работы депутатов и основы их работы и статуса в Зеленоградской областной думе. И вот этот вопрос у нас тоже сейчас уже воплотился в реальном проекте, который тоже есть такое предложение внести одновременно со структурой и рассматривать также на первом заседании думы. Что касается закона, если бы мы успели посмотреть, то он предусматривает, что на постоянной основе Велоградской областной думы может работать не более 16 депутатов. Дума вправе изменить эту структуру по прошествии полугода, на практике ощутив, насколько это будет функционально, насколько Дума будет рабоспособна в этой структуре. Были более ортодоксальные предложения по количеству комитетов. Я предлагал 7 комитетов сохранить, объединив некоторый функционал. Потому что есть практика и по корреспонденции, и по функциональности. Но 9 так 9. Здесь плюс-минус это не имеет большого значения. Это уже хороший шаг, на мой взгляд, 60% сокращения общих расходов. Не очень, конечно, не то что, ну вот можно было бы, конечно, отдельным статусом наделить комиссию и решать вопросы города Волгограда. Я такое предложение сформулировал, общаясь с коллегами, потому что у города Волгограда сегодня действительно мы приобретаем иной статусный смысл. Не только связанный с чемпионатом мира, это столичный город, огромное количество проблем, отдельный бюджет. Мы предлагаем совместить двух заместителей председателя Волгоградской областной думы с должностью председателя комитета. Что позволит, в некотором роде, отдать им этот рефункционал и в то же время сохранить за ними так управляющую работу по профильному комитету. Если все комитеты раньше формировались как бы зеркально по структуре администрации, то почему бы, например, не пойти на компромисс и создать то же самое комиссию по подготовке и проведению матчей чемпионата мира. Что укладывается в принципе в реформирование управленческой налоговой структуры именно города Волгограда и его особого внимания со стороны думы. Я тоже поучаствовала и давала предложения и тоже удивительным образом все бы приблизительно одинаково думали и это очень хорошо. Я думаю, что идеальной чистоты в наших совпадениях быть не может, потому что каждый по-разному формулирует. Тем не менее, что мне импонирует? Я думаю, что впервые в структуре думы обращается внимание на развитие территорий и это звучит в названии комитета. Впервые у нас в названии появляется культура, год культуры, слава тебе господи, возобновляется взаимодействие со средствами массовой информации. Поэтому я думаю, что это очень важно и это действительно шаг вперед. На стадии рассмотрения в общественной палате каждый из присутствующих здесь дал свои варианты. Мы подытожили и внесли уже итоговый документ, который завтра предлагается внести на Думу. Должен отметить, что с удовольствием ставлю точку в работе нашей консультативной рабочей группы по подготовке предложений. С удовольствием завершаю сегодня процесс избирательный, переходящий уже в политический завтра на первом организационном заседании Думы.